В четверг я сделал интервью с Андреем Макаревичем. Символ времени, символ эпохи. Это было мое раз, два, три, четвертое интервью с Андреем Вадимовичем за 31 год, как мы посчитали, что мы друг друга знаем. Я даже вспомнил, и Андрей это помнит, как мы познакомились. Это было очень интересно. В 89-й год Андрей Макаревич и машина времени. Ну, в зените славы это мало сказать. Я помню, я ему об этом говорил, я помню свои школьные годы перед выпускным, там 82-83 годы, первые курсы института. Ну, во всех дворах под гитару и из магнитофона в машина времени. Была безумная популярность. Андрей Макаревич был тогда очень звездный в 89-м году. Он не давал интервью вообще. У него было незвычно для Радянского Союза зачистка. Зараз-то это дитс называли «Афро». Да-да-да-да. Он не давал интервью. Я зашел с другой стороны. Я пришел, и он давал концерт машина времени во дворце спорта. Мы же, по-моему, его и проводили. Да, наверняка. И я ему сказал, а вы с Кашпировским пообщаться хотите? У него загорелись глаза. Он всегда интересовался и гипнозами, и внушением. И Кашпировский в 89-м году был признан человеком года в Советском Союзе. Это зенит славы Анатолия Михайловича Кашпировского. Он говорит, да, хочу, а как? Я говорю, ну мы приедем с Анатолием Михайловичем. Как приедете? Я говорю, ну да, приедем. И мы с Анатолием Михайловичем приехали на следующий день во дворец спорта. Перед концертом «Машины времени» фотограф Феликс Розенштейн снимал. У меня есть эти снимки. И Андрей, они есть. Он их знает, помнит. И изумленное лицо Макаревича и Кашпировский, сидящий вот так спокойно, глядящий в глаза Макаревича. Это было очень интересно. Встреча закончилась. Кашпировский уехал. И я сказал Макаревичу, теперь сущая ерунда. Я бы интервью хотел взять. Он сказал, конечно, конечно. Вот так состоялось наше первое интервью. Потом было еще несколько. Как вы ставитесь до того, что в Украине не все были рады приезда Андрея Макаревича? Не дивлячись на то, что его позиция в России відома. И он там отримал нагорихи и от российской влады в том числе. Тем не менее, я бачу в Фейсбуке в стричке поведомления, что приездить с концертом. Відкриваю коментарии. А там и так, и сяк. Ну, есть те, кто, с хорошими словами, а есть те, кто вчера целовался с Розенбаумом, а сегодня приехал. Ну, по-перше, почему привязывают одного артиста до другого? По-друге, почему такое оборудование и ненависть выливается в социальные мережи? Я не понимаю, кто может не любить Макаревича, ненавидеть. Тем более, то, что он целовался с Розенбаумом, да, они дружат, они вместе много лет путешествуют по миру. Самые труднодоступные места на Амазонку, там, в Саванну, куда угодно. Без средств связи они ездят иногда даже. И не случайно же Александр Яковлевич пел свои песни «Плывет с акулами Макар» и значит мы живы. Андрей Макаревич один из немногих российских деятелей культуры, процветающих деятелей культуры, обласканных властью. Ему вручали ордена Ельцина и Путин. И когда Россия совершила акт агрессии по отношению к Украине и аннексировала незаконно Крым, Андрей Макаревич встал и сказал, ребята, это незаконно, Крым украинский. Мы совершили акт агрессии, это преступление, он назвал вещи своими именами. Он был одним из немногих, кто это сделал. Он проявил гражданское мужество, смелость. Он подвергся жуткой травле, когда на НТВ сняли фильм «Одиннадцать друзей Хунты». Там был Шендерович одним из друзей Хунты, Каспаров, по-моему, Макаревич. У него отменилась куча концертов, его не захотели принимать в России. Он пострадал и финансово, и морально. Это было ужасно. Я с ним говорил на эту тему. И после этого у кого-то в Украине поднимается язык вообще или рука, говорит, что он плохой или что не надо его принимать. Ну, это, значит, соратники Путина, товарищи Путина, воздыхатели Путина. Кто еще может так говорить?